Среда, 4-й седмицы по Пятидесятнице, 42-е зачало, Евангелие от Матфея. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Седоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретящей пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Седону отрадней будет в день суда, нежели вам. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отрадней будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». В прочтенном зачале Евангелия от Матфея говорится о том, как Господь наш Иисус Христос после совершения многих чудес начал обличать города, где были явлены эти чудеса. В этом обличении Господь говорит о том, что будет горе этим городам в день Судны. В действительности, то сравнение, которое приводит Господь, это сравнение с древними языческими городами Тиром, Сидоном и Содомом. Вообще, в иудейской традиции, в ветхозаветной традиции, принято при обличении иудейских городов и вообще иудеи, как раз приводить в пример эти древнеязыческие города. Подобного рода обличения есть у ряда пророков, например, у Езекииля. Что это обозначает? Это обозначает, что иудея, хотя и призвана к праведности, хотя и имеет Богом дарованный закон, тем не менее во многих своих делах и поступках были горшими грешниками, чем Тир, Сидон и даже Содом с Гоморрой. И поэтому и наказанию не подлежат более великому, чем эти древнеязыческие города. Эти древнеязыческие города были наказаны по той причине, что совершали некие преступления, но чаще всего преступления против естественного закона нравственного. У них не было закона Божьего, и поэтому их вина была меньше, ибо они не знали зачастую, что такое грех. Ведь апостол Павел говорит в одном из своих посланий, что закон дан для того, чтобы понять, что такое грех. И иудеям было дано это указание, что грех, а что не грех, что добро, а что зло, что следует сотворять, от чего следует уклоняться. То есть у них был ориентир, но они нарушили его, и в этом пригрешают больше древних городов, которые просто нарушали естественный закон, зачастую не имея нравственного ориентира. Но еще большее наказание для этих городов за то, что не уверовали они и не покаялись, слушая Господа нашего Иисуса Христа и его наставления и видя его чудеса. Даже эти бы древние города древности, Тирс, Сидон, Содом, и то бы покаялись, если бы увидели эти чудеса Господни и его наставления. Но жестокое сердце жителей городов иудейских этого не делает. Поэтому в день судны будет им наказание большее, чем наказание древним языческим городам. Есть интересное перечисление городов Хоразим, Висаида, Капернаум, но нет Иерусалима. Почему Господь не упоминает в этом обличении городов Иерусалима? Можно высказать мнение, что эти города не упомянуты, потому что Иерусалим стоит особняком вообще для всего мира, как Святой Град. И каждый раз, когда будет говориться об Иерусалиме, а будет говориться о Иерусалиме в Священном Писании не раз, в том числе и обличительные слова, однако они будут говориться по отдельности этому городу. То есть даже в обличении Иерусалим выделяется из прочих городов. Ну и кроме всего, нужно понимать, что Иерусалим – это город, связанный со страданиями Христа, со Страстной Седмицей. И когда будут Христа невинно осуждать и клеветать на Него, тогда и будет говориться о Иерусалиме. Это не обозначает, что Иерусалим не подлежит наказанию, как и эти города, которые перечислены в этом зачале. Но подлежит наказанию. Но все равно это город, который выделен из всех городов, как место страданий и воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому и будет об этом городе говориться в отдельных словах, в отдельных пророчествованиях, в отдельных текстах Священного Писания. Здесь есть упоминание Капернаума. «И ты, Капернаум, до неба вознёшься, до ада не сгвернешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явлены в тебе, то он оставался бы до сего дня». Почему так сказано о Капернауме? Потому что в Капернауме Господом были явлены многие чудеса. Но некоторые святые отцы, например, святитель Иоанн Златоуст, высказывают такую точку зрения, что Капернаум — это город, где проживала Пресвятая Богородица. Златоуст считает, что из Назарета Пресвятая Богородица и так называемые братья Иисусовы, то есть сыновья его названного отца переселились из Назарета в Капернаум. И именно поэтому Капернаум вознёсся до небес, потому что это место проживания Пресвятой Богородицы. Но, тем не менее, жители Капернаума не покаялись. И даже более того, видно, что, несмотря на многие чудеса, которые совершал Господь в этом месте, в этом городе, жители Капернаума проявляли своё жестокосердие. Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче Господа неба и земли, что ты утаил себе от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково твое благоволение». Здесь называется «Бог Господом неба и земли». Это интересное выражение многим православным христианам, знакомое из нашего символа веры, некие цареградского символа веры, которые должен знать каждый православный христианин и который употребляется за каждой божественной литургией. Там есть тоже выражение «Творца неба и земли». И вообще это выражение «Творец неба и земли, небо и земля» это библейское выражение, которое встречается неоднократно в разных текстах Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета. И как толкует Божий Августин эти слова, выражение «небо и земля» обозначает «творец всего». То есть, когда употреблялось это выражение, «творец» или «Господь неба и земли», это обозначало исключительную власть Бога вообще над всем тварным. «Небо и земля» — это вообще все существующее. И Господь наш Иисус Христос, когда называет своего Отца Господом неба и земли, тем самым еще раз указывает и напоминает, что Бог Отец — это Бог всего сотворенного. Пресвятая Троица — это Бог всего, что существует, а не только какой-нибудь части земли, как это казалось некоторым язычникам, или какого-нибудь племени, или какого-нибудь места. Мы знаем, что языческие культы зачастую поклонялись местным башкам, Богу какой-нибудь рощи или какого-нибудь водопада. Но Бог библейский — это Бог неба и земли, Бог всего сотворенного. И заключается, завершается это зачало сегодняшнее выражением о том, что Господь утаил от мудрых и открыл это младенцам. Что имеется в виду под этими словами? «Ты утаил сие от мудрых и разумных». Что это «сие»? «Сие» — это как раз и есть учение, понимание тайны Царства Божьего. Оно открыто только для младенцев. Как толкуют святые отцы это выражение, «младенцы не по возрасту, но младенцы по сердцу, не злобивые, простые сердцу, а не те, кто считают себя мудрыми и разумными, но на самом деле лицемерны и неискренни, какими и были многие обличители Христовы, книжники, фарисеи, учителя народных». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok